21 сентября в Казани по становлению исполнительного комитета объявлено начало отопительного периода. Досрочная подача тепла в больницы, стационары, роддома, детские сады и школы по заявкам руководителя была начата 17 сентября. На сегодня тепло подключено в 5 314 домов, остаток на утро 36 домов, которые будут подключаться на этой неделе. 400 многоквартирных домов в Казани отапливаются от крышных котельных и от индивидуальных квартирных котлов. За две недели с начала отопительного сезона на горячую линию комитета ЖКХ и в систему открытую Казань поступило более 9500 звонков и обращений граждан. Пик обращений более 1000 в день пришелся на 8 и 9 дни пусконаладочных работ. Сегодня завершается отладка режима, обращения граждан практически повсеместно прекратились, отопительный сезон в Казани в целом начат. Однако необходимо отметить две ведомственные котельные, собственник которых допустил образование задолженности за газ и невыполнение требований Ростехнадзора, что не позволило своевременно начать работу в этом отопительном сезоне. Эти котельные предназначены для отопления шестимных квартирных домов и одного встроенного в дом детского сада. В отношении собственника были приняты в том числе меры прокурорского реагирования, а наличие задолженности проинформировано Республиканский штаб по подготовке к зиме. Министерству ЖКХ доно поручение в ближайшие дни обеспечить запуск этих котельных и подачу тепла потребителям. На старте отопительного сезона всегда включаются разногласия с одним холодной, одним жаркой, причем иногда в пределах одного дома. Несколько обращений поступило по поводу перетопа. В этой ситуации порядок действий понятный, общее собрание жильцов, общее решение по установлению предпочтительного температурного режима и далее обращение в управляющую компанию. Температура в квартире, в многоквартирном доме не может выставляться по индивидуальным пожеланиям. У нас до сих пор не все понимают, что жилой дом – это собственность его жителей. Согласно ЖКХ, все решения, касающие многоквартирного дома, принимаются общим собранием жильцов. Многие не любят собрание, кто-то ссылается на занятия, кто-то не хочет спорить с соседями, но хочешь, не хочешь, надо уметь договариваться, слушать и слышать друг друга. По школам и детским садам в целом ситуация нормальная. На прошлой неделе была всего одна жалоба по детскому саду, которая очень оперативно отработана.